Всем привет, друзья! Суббота опять с кардана начинается. Пытаемся поставить опять с ГАЗ-66 токарь за неделю. Что-то у него там стружка в глаз попала. В общем, за неделю там работы на на 20 минут, но не успел. Приехал Макс. А мы все боремся. Так, а что ты делаешь, Макс? Взбиваем молоко. Ну, чтобы отделить сливки от творога. Так, а получится у тебя так? Конечно, сто раз так делаю. Да ну что ты рассказываешь? Мне кажется, ты меня дуришь. Не-не, серьезно. Да? Там в машине кормящая мама. Да? Да, я не знаю. Надо взбивать. Думаешь? Точно. В груди. А, в груди? Да, конечно. Е-мое, слышишь? Так мы же ее шатать? Кого? Маму? Не-не. А, и так ее укачают, а так оно плавно, да? Так и по колебанию лучше. Охренеть вообще. Вот это технологии. Так это ты для этого ландровер купил? Да нет, 21 век. Правда, с оленблоки надо каждую неделю менять. Ну да. А, в общем, в остальном все четко, да? Конечно. Сейчас есть серьезный план, не знаю, получится ли осуществить, но Макс заряжен на осуществление. Молоко взбил. Наконец мы едем на оффроуд. Макс, сзади. Ну, пока с карданом с этим ничего вроде. 66-й поставили. Он раньше стоял, но до замены с оленблока видно мост. Большой ход моста был. Соответственно, подкусывало и была вибрация. А сейчас вибрацию не слышу я пока, слава богу. Есть определенный план у нас на сегодня по оффроуду. Не знаю, что из этого получится, но... Хочется верить в успех. Да, такой рискованный парень на Тойоте. Ну, уже новая модель вышла, видно, надоела ему. Так, начинаем осуществлять план. Опа, это раз для плана. Так, вот вторая часть плана. Смотрите, это супер масло было в этой бочке. Швейцария. Сам Белый Волк на таком ездит, кстати. И сказал, ни на какое не променяю. Ни на какое там не влезет уже. Экшен начинается. А ну. Чуть-чуть. Надо это, надо убрать снизу инструмент. Из-под бочки, из-под первой. А ну-ка, привет. С днем рождения. Спасибо, я думала, я тебя не найду. Что, вошли? Блин, как тут и были. Так, ну, план в полном разгаре. Будем пробовать сейчас, что у нас из этого получится. Одна бочка. Третья бочка. Максу положили. В общем. Не знаю. Может быть, экшен. Так, друзья. А вот и банда. Видите, мы дождались. Подписываемся на канал. Сзади канал. У Вити висит. Сейчас я ближе подъеду, чтобы вам лучше видно было. Что-то у него тут еще висит. Смотрите, что творит. Очень жесткий. Водитель автобуса сидит ниже у нас. По сравнению с нами. Так, Даша в люке. Поехали, мы не будем. Так, у нас стрелочка зеленая. Заправились. И на экшен. Привет! В прошлый раз вот там впереди Гардан у меня отпал. Но сегодня от ГАЗ-66, я думаю, уже это не случится. Зеленые человечки траву косят. Зеленый УАЗ едет на оффроуд. С каждой сотней метров пульс возрастает. Так, друзья, мы доехали. Места шикарные. Я только промахнулся чуть-чуть с поворотом. Как обычно, мусорничек. Не, я домой. Я в грязь не поеду. Объезд вам есть? Я недавно машину мыл. Я в грязь не поеду. Вы ее где на ВАУДах подъезли? Не-не, я не поеду в грязь. У меня чистая машина новая. Позади в начале. Да нет, ну серьезно. Здесь поедут. Может, поедем на песочек? На песочек, может. Мы там уже были, там херня. Неинтересно. А там за вами берег Днепра, да, залив? Да, там блядь. Да, им были лишь бы экшен. Давай я потихоньку, а ты тогда уже посмотришь, куда ехать. Так, я хабы включил. Все говорят, проехали. Куда-то они нас заманить хотят непонятно куда. И много их как. Ни хрена себе говорят. Этот лайт. Колесо ушло. Мама, не горюй. Это вы левее Максу говорили, да, или что? Да, ну что-то говорили. А, слышите? Так у него ребенок джипер, а не подводник, елки. Макс, не очкуй, давай. Давай. Да. Давай едь. Народы кричат, что давай, это значит что-то. Что-то, 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 да, так кручить. Сейчас будет... Правее, правее, максимально правее, максимально. Сейчас будет экшен, я чувствую. Слышь, а у него бочка выложил-то зря, да? Выложил. Русский проехал по твоей траектории, как ты ехал. Макс, это вообще читерство какое-то. Макс уже сам не тот. Макс уже не тот. Куда ты едешь, Макс? Стой, 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 Макс, стой! Давай лепестра, а потом... Стой, что ты делаешь, Макс? Колеса замочишь. Сяди, пежо, аккуратно. Подожди. Лепедку подожди. Глумятся, как только можно. Конечно. Не, ну так ты и заедешь, вот это не фрайер. Как фрайер? Да не, ну у него серьезный автомобиль. Это же не Пежо. Тон, да, дорогой, говорят. А почему ты по воде не захотел? А, я уже старый. Что ты скажешь, Боди? Я думаю... Чем это все закончится? Мне кажется, что... Не пристебуйся, думаю. И окна не закрывай. Хотя смотри, говорит, чтобы я не был причастен, стоит в 10 метрах. Смотри, тут началось уже. Они тоже спортивные подсвет бочки. Да? Масло, очень серьезные фирмы. А ты хоть масло вылилась? Я думаю, не должно, должно все быть хорошо. Что-то как-то страшно мне уже, пацаны. Блин, а ну померяй пульс. Пульс померяй, Димон, сколько? Сколько ударов? Сейчас, надо же пальцем, палец нужно завернуть сюда. Чтобы выше был? Да. Давай, давай, тяни, тяни. Что оно вниз тянет? Подожди, подожди. Ну, потому что у нас вот, оно так и будет. Ну, пускай, ты затяни, оно вниз. А если мы тогда заводят участи? А, ты не берешь. Надо было наверх тянуть его. Вить, наверх к багажнику надо было тянуть, чтобы... Вот эту сторону, давай, залазь. Чтобы ее подпирало кверху. Стой, стой, стой. Да, клиренс, клиренс небольшой у меня теперь какой-то. Так, подожди, так я вот так вот и даю. Блин, какая активность, чтобы меня утопить. Димон, вы же сидели на ней, смотрели оффроуд, ели семечки. Мы всегда за. Войдя, сколько я с тебя кадров с нее снял, елки. Остановитесь. Остановитесь. Ну, рассчитали, должно, но пока точно неизвестно. Хорошее слово, должно. О, тут уже готово. Я сказал, что он какого-то друга встретил сегодня. Кума встретил, а он... И он ему это вот насоветовал всего. Да не, ну он рассчитал, но он гарантии не дал. Гарантии не дал. Вот она едет вперед. Непонятно, что сейчас будет. Бодя, не раскачивай лодку. Знаете, как у Бау-Бурга? Конечно, перед таком. Просто надо построить машину, которая будет плавать за сутки. А тут построить машину за час. Да за какой час? За 14 минут. Так. Ну все, можно плыть. Блин, что-то даже дети плачут, глядя на это зрелище, елки. Я не знаю. Пацаны, можно я другой раз? Следующим летом попробую. Таня, надо вещи выложить. Короче, давайте, кто голосуем за заднюю бочку? Добавлять или не добавлять? Кто за заднюю бочку? Я думаю, что надо усилить морду, для того, чтобы мотор готовый. Кстати, я тоже за морду. А куда мы ее привяжем? Таня, она бы еще сверху как-то намутить ее. Таня, она так глубоко не уйдет. Или уйдет? Ну, двигатель нам главное удержать. У нас же вся вес здесь. А сзади что-то в колесах выпутать. Да, там и так. Я на одном видео видел, как эта машина на задних колесах. Все, Руслан, давай попробуем сначала без четвертой бочки. Машина спасения с лебедкой. Не будем опрометчиво действовать, как в прошлый раз. Тут мы привязали что-то. Обстановка накаляется. Что, кто будет снимать? Да пока непонятно. Надо сейчас оператора вызвать. Скотч есть. Вы же воду выкладываете, она же тяжелая. А вдруг там изжога. А пить захочешь? А вдруг там на середине изжога, все дела, надо будет таблетку выпить. Какой прогноз? По-моему, бочки или нет? Да, конечно. Руслан, назад немного. С задом заезжать? Нет, передом. Передом, передом. С дровами. С дровами передом. Что, все-таки задом, да? Да, Руслан. Там чьи-то кроссы, клеточки вокруг. Двери, двери. И не цепляет за бочки, видишь, классно. Да так и надо ездить. Ест маленький. Так и надо ездить. Все, плывешь. Не, еще. Ты телефон, документы выложишь. Давай, давай, еще. Еще, еще, давай. Да рано еще. Когда по течению начнет сносить, тогда вот. Его течение будет приедать? Да, кстати, он по течению может пойти, что будем ловить его. Вот такой. О, утки, утки. Руслан, сейчас будут стрелять по ним, а попадут по тебе. В бочку попадут. Слышишь, хорошо полетели, да? Ага. Сейчас я там на лодке стоял. Как там? Давай, забудь! Да не, ну что ты стоишь, ты куда-то не поймешь. Надо сзади бочку привязать. Бочку хочешь? Не получается. Бочку привязать сзади? Маленькую. Впередку привяжи, как будто. Веревку? Бочку ешь? Ну, чтобы как в прошлый раз мне было. Да ладно, по течению там поймаем тебя. Все, разматывай девелки. Давай, девелки. Давай. Нет, просто... Да. А дай девелку. А раньше пенда из них с мелом кормили, да? Да. Не, наоборот, не кормили, чтобы... Надо веревку. Есть веревка? Руслан, веревка есть? Нет. Да что-то, я идея. Уже не так вот. Дай мне что-то положить на колесон. Ну, это кого-то нет. Зад уже поплыл. Давай, давай! Назад еще! Что-то на бок, видишь, уходит. Что на бок уходит? И в прошлый раз тоже так же ушло. Видишь, не хватает плавучести. Нет, ну у нас еще машин сегодня не хватает, в которых... Соля, не можно тут. Иди сюда. Ну можно назад еще попробовать ту 100-литровую. На мою сторону может. А! Садись, с него в кабину. Видишь, перевес. Да, Марк, садись. Мне кажется, там рельеф такой. Там просто рельеф такой. Надо кого-то по весу подходящего более садить. А кто самый тяжелый? О, Олег, Олег, садись с ним. Он говорит, что по весу подходящий должен быть. Ты как раз подходишь. Давай поставим, он 30 килограмм весит. На 70 килограмм легче тебя, Рус. Посмотри, какая разница будет. А, за руль? Да. Можно Марка за руль. А там дно такое. Потому что это колесо утонуло, а то еще касалось дна. Касалось, да? Да. Поэтому его и перекосило. Немного дальше, чтобы она полностью плавала. Руслан, давай сзади привяжем эту 100-литровую. 60. 60-литровую. Хоть чуть-чуть типа поддержать зад. Надо его иди к Руслану. Так что ж делать? Надо ехать за бочками. Не хватает плавучести. Ты представляешь? 600 литров добавки. Она еще не погрузилась до того уровня, чтобы всплывать. Но все равно на бок кренит, видишь? Потому что одно, то колесо от земли касалось, дна касалось. Не касалось. То касалось. Вот то касалось. Давай привяжем сзади, Руслан. Руслан. Руслан, может передам? Мы за жопу подтянем. В случае чего. Но мы... В передок же плавучести больше. О! Плаваешь? Не, ну передок еще... Надо туда посадить кого-то. Устойчивости нету. Потому что они не по бокам, а снизу. Если бы они были по бокам, его бы не приняло туда. Давай передам пробовать. Ну они чисто, в принципе, не хватает. Потому что... Потому что... Если бы они стояли шире, она бы была более устойчива. А так они под низом, поэтому она не устойчива. Так что ты предлагаешь? Бревна. Как мы думали. Два бревна. Сейчас мы вырубаем. И к бревнам прикрепим бочки пошире. Ну все. Отъезжай. Отъезжай назад. Пускай Руслан выезжает. Да не надо, пока не собирает. Пока не собирает. Это для моей машины вот эти три бочки будут так раз. Оооо, Леня. Подгоняй. Я не хочу. А, блин. Ты же не поехал по луже? Я не хочу вперед идти. Ну а ты осознаешь теперь, как сложно было первым мореплавом? Он как купил этот Land Rover вообще стал... Другой, да? Никакой. Елки, чуть не проехал. Это не моя машина. Я не могу просто не пользоваться. Тем более, даже на не своей машине... Да, не хватило 200 литров. Руслан, я предлагаю. Сколько здесь... Ну мало, Макс. Три метра бревно. Привязываем к раме. Продеваем два бревна вот так. Пробиваем бочки насквозь, да? К ним бочки снизу. К ним бочки снизу подвешиваем и будет тогда устойчивость будет. Да. Ты берешь бочку, привязываешь одну с этой стороны, вторую с той стороны. Ну, к дверям. На порту прямо. К дверям прямо? К дверям прямо. Или вот так, под низом. И никуда ты не делся, надо расширить. Ты чего переворачиваешься? У тебя плавучести не хватает. У тебя центр тяжести нету. Ты переворачиваешься, а колеса у тебя сверху. А если шире бочка разнести, на борта привязать... А если взять... А если взять бочек еще штук пять? Ну конечно. А если еще весь салон пеной задуматься? А пена поможет или нет? Ну надо только с тобой задумать. Кстати, давайте, может, пену трубам сейчас... Надо же как-то, чтобы пилот там сидел. А куда ты? Ааа. Где? Вот каждый берет... Кстати! Ребенок доволен. Кстати! Это нормальный экшен будет тогда? Ян, как ты думаешь? Не, Макс. Ну это была первая попытка, но чуть-чуть плыл я, ты ж видел. Два по три метра надо квадрат трубы. Вот где это 40 на 60, который мы покупали с тобой? У Сани? У Сани, наверное. Поплыть хотим. Звонить Сани. Вы купите Жигули четыре бочки, она поплывет. Да? Да не, не поплывет. Поплывет. Водосвещение каждое по 200 литров. В Жигули весит тонну длифти. Надо не уговаривать. К Лёниной машине не засыпать. К Лёниной елке, точно! Лёня! 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 Иди сюда, подожди! Иди сюда! Давай поговорим! Иди, надо поговорить! А давай к этой зеленой под низ бочкой. Не, не, зеленая нет! Надо же Макс посвященник делать! Слышь, надо, короче, Макс, я придумал. Надо уменьшить вес машины. Я туда, куда Руслан наехал, могу и без бочек доехать. У меня бензиновая машина, она не готова. Да не, ну ты ж будешь сверху. Я знаю, но машина будет снизу. Нет. Говоры у вас пошли. Ты сверху, а кто-то сейчас машина снизу. Макс, а так не остановишь, короче, слышишь? Пока он меня сегодня не утопит, я понял, да? Я домой не вернусь. Две квадрат трубы надо срочно, всё. Хорошо, а где-то ещё 100 литровая. Не, надо облегчать машину где-то на тонну легче делать, и тогда спокойно, не надо и бочки привязывать. Снимай двери, багажник. Будку. Яна, а так всё начиналось хорошо, да? Я жду. Кардан поставили, бочки нашли. Примотали. Не, ну, Руслан, вам на идее поставить. Да, да, ну не, ну первая попытка. Мы теперь понимаем, что не хватает, сколько надо, правильно? Да. Бочки эти надо расплюснуть, чтобы они были квадратные, да? Прямоугольные. Параллелепипеды, чтобы прямоугольные. Почему? А? Нет. Их по две тогда. Нет. Сегодня, думаю, что, наверное, нет. Всё? Всё. Подписывайтесь. Макс не останавливается. Говорит, сейчас я с твоей стороны бочку сзади привяжу. Так спереди её надо с моей стороны вязать. Спереди нормально. Нормально, да? Конечно. Из-за того, что зад уходит, вперёд аж поднимается выше. Да. Впереди плавучности хватает, сзади не хватает. Надо его взвесить вообще будет, Макс. Сколько он весит? Да ты рез, там вот это нормально идёт вверх, а вот это садится твоё. Потому что я сто килограмм. Макс говорит, иди, топись опять. Ивана! 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 Выходи! Выходи! Быстрее!